МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты не выходили к народу. И мы, и мы вышли, мы сломали всю эту психологию, понимаешь? Нет, ну, это так и есть. Поэтому быстро была переделана этот шаг, и весь информационный поток перепрыгнулся на меня в сопровождении адвокатора. Я его так под ником буду называть. То есть все полностью до миллиметра, я тебе даю слово, до миллиметра продумано. Следующий шаг. Нужен был срочно поддержать информационный поток, пока не разобрались в ранее. Следующий шаг делается выход на пагоду. Выход на пагоду был сделан очень грамотно в плане политтехнологий. То есть всем объявили, что это молебен. Опять людей обманули. Провели митинг. Хотя МВД предупреждало. Митинг запрещен. Будем арестовывать. Дирижеры, которые стояли за спинами, ты, может быть, брат, их не видел, понимаешь? Ты горячее сердце калмыкии. Ты поддался на дирижеров, понимаешь, на их мелодию. И пошел. Без обид, брат, я буду так выражаться. Пока хорошо? Да. То есть они рассчитывали на такую ситуацию, что МВД начнет выталкивать людей. И они должны были обвинить Дмитрия Викторовича, что он нам запрещает уже молиться. Он закрывает нам религию. Но надо отдать должное руководству региона, что оно не стало вмешиваться, хотя там был откровенный митинг, на котором меня процитировали, пропиарили. Дай Бог здоровья этим людям. Дай Бог здоровья этим людям. Это был следующий шаг. Здесь должна была полиция сработать, удар должен был быть красивый, по религии. Понимаешь, я человек после... Те, кто войну прошел, мы люди верующие. Мы не религиозные, но мы верующие. Я очень сильно переживал, я думал, как бы они не совершили эту ошибку МВД. Потому что если бы МВД провело задержание, было бы тяжело потом открутиться от всего этого, понимаешь? И тогда бы режиссеры просто восторжествовали бы. Но мудрость нашего руководства, выдержка полиции, профессионализм, я не знаю, как это правильно назвать, я хочу сказать, они сделали. Но люди, которые там провели митинг, я не буду называть фамилии, они обманули людей. Они обманули людей, провели митинг, не санкционированный, прикрывшись молитвой и провоцируя, провоцируя милицию на действия и обвинить потом Дмитрия Викторовича, и включая меня, о том, что мы пошли против религии. Следующий шаг, это, то есть, было вранье, потом попытка столкновения на религию. Следующим этапом, смотри, следующим этапом. Ты говоришь, веришь в мудрость руководства, а ты в мудрость народа не веришь? Для тебя вот... Мудрость народа, я верю, поэтому народ не вышел в таком количестве. Не-не, я верю, я верю в народ, и поэтому народ не вышел. А вышла небольшая группа, которая, к сожалению, попала в Капкар. А что такое народ? Что такое народ? А? Ну, у нас вообще-то 200 тысяч. Что для тебя народ? 200 с лишним тысяч. Десять с лишним тысяч? То есть, когда... Да, наш, калмыцкий народ. 40 тысяч, а ты говоришь 200 тысяч, да? Ну, я имею в виду весь народ. Пошел одиночный пикет. Одиночный пикет не просто так. У него плакаты даже нарисованы от руки, краской, строго выделено. Это тоже отрежиссировано. Следующим этапом, сейчас у вас состоит, я тебе даже могу выстроить схему, по которому вы будете идти. Может быть, брат, тебя не посвятили в это, но тебя к этому подведут, тебя к этому подведут, и, к сожалению, вы проглотите это. И вы не поймете, понимаешь? Сейчас будут переходить на символы. Сейчас начнут переходить на символы. То есть, появятся знаки, появятся шарфы, желтые, к примеру, или там улан-зала. Это такие символы. Потом появится песня. Она должна появиться в ближайшее время в виде гимна, какая-нибудь народная такая. Ну, я не готов ответить, но она должна появиться. Я думаю, песня, по логике вещей, она уже должна появиться в ближайшее время. Но, по крайней мере, до 13-го, до 13-го, песня, песня должна появиться. После, это, шаги, которые идут, и идут, и идут. После гимна, вернее, когда будет гимн, появятся, брат, появятся символы. Один из символов уже предлагают, как бы, бутылка, да, понимаешь? А? Которую бутылку принесли, ее попытались превратить в символ, да? Но я рад, что Бату Сергеевич проявил жесткий характер. Я бы был бы на этом собрании, если бы я бы на месте Бату Сергеевича совершенно точно так же бы повершил. понимаешь, на эти действия с бутылкой. То есть, бутылка, все отлично, да? Мое мнение, все было ровно. Ее хотели, ее хотели по-другому преподнести, но Бату Сергеевич жесткость проявил. Я вот в этом его поддерживаю, правильно. И он не дал из этой бутылки. А? Что хотели с бутылкой сделать? Бутылка должна была по-другому сработать. Но Бату Сергеевич ее упридел. Это мое мнение, брат, это мое мнение. Нужны будут жертвы, так называемые идолы, на которых, которым скажут, вот власть, это на Украине называлось это небесная сотня. У нас не будет сотни, у нас будет один, максимум два. К сожалению, если это вы затянете дальше, если, брат, ты, вы не осознаете то, что стоят дирижеры, я знаю, церя, я тебе слово даю, ты ни рубля денег не берешь, ты идешь от души, я это знаю, но я прямо говорю, что все отрежиссировано. Дальше я тебе скажу, у вас работают профессиональные операторы, видеоролики идут сходу, переворачивают 10, 20, 30 раз. четко работают, на любое выступление сразу идет видеоролик. Поверь мне, брат, невозможно это все делать просто так. Это деньги, это время, понимаешь? Я сейчас работаю в политике, да, невозможно это так все выстроить. Это первое. Второе, да, то есть четко, у вас операторы хорошие, у вас хорошие видеоролики. Субтитры Субтитры Субтитры